За окном пекло, дома жарко, время ехать на дачу. Если нет собственной машины, зачастую стоит выбор, какое средство для передвижения выбрать. Поезд хорош на дальних расстояниях, а вот чтобы выехать куда-то за город, Брещане выбирают все же маршрутное такси или автобус. Благо Брестский автовокзал сегодня работает в штатном режиме, а табло пестрит разнообразными маршрутами. На сегодняшний день автовокзал практически работает в штатном режиме. Маршрутная сеть, если ее представить, это как живой механизм. Она постоянно изменяется. Ежедневно происходят какие-то изменения, открытие рейсов, закрытие рейсов. Процесс этот бесконечный. Поэтому спрос рождает предложение. В зависимости от спроса мы открываем маршруты в новых направлениях. В основном сеть у нас уже сложилась довольно давно, и стабильная сеть. Если ее сравнивать с 2019-м пандемийным годом, практически по рейсам мы вышли на 100%. Вернуть количество рейсов на уровень допандемийного периода – задача не из простых. Тем не менее, решить ее удалось. И сегодня каждый брещанин может с легкостью добраться в нужную ему точку Беларуси. Пригородное направление, междугороднее направление, также все пассажиры сейчас более активно пользуются услугами автотранспорта, именно регулярных перевозок. Гродненское направление у нас в день отправляется порядка 16 рейсов. Пинское направление где-то 13-15 рейсов в день отправляется. Все это востребовано. Беларусская куща – прекрасная туристическая зона. Санаторий Берестия – это домачевская ветка. Вся, в принципе, там очень много и дачных маршрутов, и зона отдыха, также сам Жабинка, город Спутник, пустили городской автобус. Но у нас с маршруткой тоже все очень пользуются спросом. Кобрим традиционно, потому что очень многие приезжают сюда на работу и на учебу. Все это осталось и все это востребовано. Налаживаются дела и с международными перевозками, но эта тема уже для расширенного материала, который выйдет в субботу в 19.30 в программе «Итоги недели».